Всем доброго дня! Это Гелиосар и Биология просто. Учебник биологии 8 класс, за авторством Сухоруковой, Кумченко и Цехмистренко. Глава 1. Наследственность. Среда и образ жизни. Факторы здоровья. С незапамятных времен известно, что некоторые заболевания развиваются у людей, родители которых также ими страдали. Наследственность. Одно из основных свойств живого, в том числе и человека. Здоровье человека зависит и от изменений, происходящих в природной и социальной среде. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, очень многие болезни определяются экологическими и социальными условиями. Состояние здоровья зависит и от выработки собственного образа жизни, который позволял бы постоянно поддерживать и укреплять здоровье. Глава 3. Клетка. Структурная единица организма. Вспомните, каковы особенности состава и строения животной клетки. К особенностям можно, главной особенностью животной клетки является отсутствие там хлоропластов, который содержит хлорофилл. У животных нет понятия фотосинтез, то есть это одно из самых главных отличий. А в основном животная клетка очень даже похожа на растительную клетку, потому что там есть ядро, есть цитоплазма, есть различные органеллы и так далее. Но при этом у животной клетки, как правило, нету клеточной оболочки основной такой. В организме человека миллиарды клеток. Между клетками находится межклеточное вещество разного состава. Клетки объединяются в ткани. Клетки разных тканей выполняют разные функции, что сказывается на их форме и деталях строения. Химический состав клетки. В состав клеток организма человека входят неорганические вещества, вода и минеральные соли. Только в водных растворах протекает взаимодействие веществ в клетке. Минеральные соли участвуют в свертывании крови, сокращении мышечных волокон, образовании нервного импульса. Особенность клеток живых организмов – наличие органических веществ, углеводов, жиров, белков, нуклеиновых кислот и АТФ. И вот здесь вот дается расшифровка. К нуклеиновым кислотам относятся ДНК, то есть дезоксирибонуклеиновая кислота, РНК, рибонуклеиновая кислота и АТФ, аденозин-3-фосфорная кислота. Белки имеют сложную химическую структуру. Каждый вид организмов содержит специфичные, свойственные только для него белки. Их разнообразие достигается за счет построения из более простых соединений аминокислот. Они соединяются между собой в цепь в определенном, характерном для данного белка порядке. В состав аминокислот входят атомы углерода, водорода, азота и кислорода. Углеводы и жиры – основные источники энергии. Белки – строительный материал клетки. Белки составляют основную массу цитоплазмы и ядра. С помощью белков-ферментов, биологических катализаторов, происходит синтез и распад веществ. Белки-гормоны участвуют в процессах регуляции обмена веществ. В клетках присутствуют два типа нуклеиновых кислот. ДНК, то есть дезексерибонуклеиновая кислота, хранит наследственную информацию. РНК, рибонуклеиновая кислота, обеспечивает синтез белков в клетке. АТФ – аденозин-3-фосфорная кислота, источник энергии для всех клеточных реакций. Строение клетки. Основные части любой клетки организма человека – наружная мембрана, цитоплазма и ядро. Основу мембраны образуют два слоя липидов, между которыми вкраплены белки. Мембрана служит границей клетки с окружающей средой, обеспечивает поступление веществ и выведение продуктов жизнедеятельности клетки, участвует в соединении клеток в ткани. Основу цитоплазмы составляет полужидкое вещество, в котором погружены постоянные клеточные структуры – органоиды. Некоторые органоиды – эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, лизосомы, митохондрии – отделены от основного вещества мембраной. Они также… она, эта мембрана, имеет такое же строение, как и наружная мембрана. Эндоплазматическая сеть – это система соединенных между собой канальцев, емкостей и полостей, то есть пустот. Она обеспечивает транспорт веществ внутри клетки. Комплекс Гольджи обычно располагается вблизи ядра, состоит из уплощенных мешочков и пузырьков. В нем накапливаются продукты синтеза и распада веществ. Лизосомы – пузырьки, содержащие разнообразные ферменты, которые разрушают и растворяют ненужные, утратившие свое значение части клетки. Митохондрии – энергетические станции в клетке. В них образуется АТФ. В митохондриях происходит окисление органических соединений. При этом выделяется энергия, которая аккумулируется в молекулах аденозин-3-фосфорной кислоты. При необходимости запасенная в молекулах АТФ энергия выделяется и расходуется на процессы жизнедеятельности. Рибосомы – место синтеза белков. Клеточный центр принимает участие в делении клетки. Центриоли, входящие в его состав, образуют нити веретена деления. Цитоскелет состоит из белковых нитей и микротрубочек цитоплазмы. Выполняет функцию опорно-двигательного аппарата клетки. Ядро отделено от цитоплазмы двумя мембранами. Наружная мембрана переходит в каналы эндоплазматической сети. Основу ядра составляет полужидкий ядерный сок, содержащий ядрышки и хромосомы. Каждая хромосома состоит из молекулы ДНК и белков. В неделящейся клетке хромосомы имеют вид тонких нитей и не видны в световой микроскоп. Перед делением они скручиваются, становятся хорошо заметными. В хромосомах хранится наследственная информация. Вопросы. Какие вещества входят в состав клетки? В состав клетки входят органические, то есть белки, жиры, углеводы и неорганические вещества в виде воды и некоторых минеральных солей. Каковы строения и функции цитоплазмы и органоидов? Цитоплазма – это внутреннее содержание клетки. Собственно говоря, в ней происходят все основные реакции. Именно в ней и находятся органоиды. Органоидов бывает довольно-таки много. Органоиды, по сути дела, это органы самой клетки, которые выполняют различные функции. Органоидов очень много в данном случае. Это и эндоплазматическая сеть, комплекс Гольдж, лизосомы, митохондрия, рибосомы. Их много. У функций, естественно, у органоидов тоже самые разные. Это и, собственно говоря, поддержание самой клетки, это и жизнедеятельность клетки, это и выведение продуктов жизнедеятельности самой клетки. Их много таких функций. Какое строение имеет ядро? Ядро окружено аж двумя мембранами. Внутри ядра находится ядерное вещество, в котором плавают сами по себе ядрышки. И там же находится полужидкий ядерный сок, в котором эти самые ядрышки и хромосомы находятся.